здравствуйте друзья я думаю не узнать шведов просто невозможно вот это понятно что это холтафорс это совсем уж классика жанра мора а вот это ножик компании белтема клинок стальный стил вот такая вот белтема посмотрел я на сайте занятная контора сама ничего не производит заказ на других производителей под своим брендом а там ну просто широчайший ассортимент я не знаю там каких-то поворотников для машин для велосипедов ножей ну много всего вот об этом ножички и хочу рассказать то есть я так понимаю что уж не на родной или море этот ножичек и был заказан посмотрите клиночки они абсолютно одинаковые они даже по длине одинаковые видите если представить клинки одинаковые длина клинка 10 и 3 сам нож 23 сантиметра клиночек ну такое чувство что взяли клинок от мор и компаньон нержавейки видите рукояти отличаются но не все рукояти отличаются и клинок от компаньона нержавейки приставили к рукояти от 400 от 749 мор и вот вам и получилось вот это вот с этим примерно объединить получается вот такой нож нож классный правда классный удобно ходить в лес за грибами за грибами беру не мору беру его потому что сами понимаете грибочки высокоуглеродистой стали извините не очень хорошо она темнеет а нержавейка самое то в принципе так как я его использовал только для тихой охоты то режущая кромка это вот то что было из магазина вот так примерно приятным звуком так толщина клинка 2 миллиметра ширина 2 сантиметра длина 10 и 3 при этом ножичек очень легкий ну как и любая мора давайте посмотрим вес ножа 95 грамм вес ножа в 125 грамм это мора должна быть потяжелее правильно клинок толще в принципе на мой взгляд это та же мора только подешевле смотрите чем-то похожи все эти скандинавские ножны с креплением на пуговицу отвертый для слива воды все стандартно сидит в ножнах как влитой а рукоять вы знаете как бы не удобнее чего-то на том же heavy duty потому что принципе когда ножом пользуешься все ничего но допустим когда берешь вот такую рукоять потом понимаешь что здесь все-таки немного не так лежит рука как здесь но это все такие мелочи совсем мелочи можно понимая не обращать это конкретно об этом ножи то есть рукоять точная копия моровской рукояти один в один по толщине и по ширине по качеству материала здесь просто такая сборная солянка из двух моровских ножей поэтому ожидать каких-то неприятных сюрпризов вот этого ножа не приходится нож легкий нож легко держит заточку понятно что точить его и править тоже элементарно вот эти да всем известные спуски приложил и работой здесь вот видите обух в отличии допустим от этой нержавеющей моры не обработан потому что в принципе эти мор она более цивильная в этом плане обработано здесь обработано все здесь а здесь вот нержавеечка по качеству больше похоже вот на такую вот углеродку от хухундафорс потому что видите даже здесь все гладенько да с одной стороны как бы ни к чему не обязывает с другой стороны в принципе знаете когда так тут немножечко вот такое вот все не совсем гладкое всегда это может найти применение что-то обратной стороной зашкурить по огневу провести я бы не сказал бы что это минус причем если кто-то посмотреть то она не просто не обработана она даже видите как будто канавка сделана так что края получаются достаточно такие ну канавка такая там не знаю в полмиллиметра не меньше ну вот пальцем она чувствуется так что краешки могут получиться достаточно агрессивные если что-то чистить шкурить этой стороной то это по мне так неплохо нож в руке лежит обалденно так как должен лежать нож но я думаю все у кого есть мора все знают что вот ножи мора подобные они в руке всегда лежат хорошо причем учитывая что у меня рука большая видите место даже остается и вот такое приятное чувство легкого такого прилипания рукояти к руке то есть вот материал он вроде не мягкий да то есть не сказать что то что такое прорезиненное но к руке именно что вот прилипает нержавеечка на клинке но есть любители углеродки есть любители нержавейки считаю что в хозяйстве должно быть и то и то но под разные задачи с этим ножом повторюсь еще раз удобно ходить за грибами потому что не остается на клинке никаких пятен нож не ржавеет нож не петтингует нож не окисляется что вот это не отколупывал насколько все далеко проходит хвостовик наверное как у всех примерно на треть в общем по мне так удачная модель пускай другим названием но в принципе тоже родная мора будет время протестировать деревяшки все никак руки не доходили единственное что единственное что перед тем как делать видео стал лазить по интернет и нашел в магазинах интернетских всего в нескольких местах именно эту модель есть там какая то еще у них хрень такая мультифункциональная но там просто галиевым китаем попахивает на мой взгляд может я и не прав а вот эти ножички увидел только на двух сайтах ну может не особо искал так что вот вот такой вот ножичек в принципе ничего такого нового и необычного просто хороший достойный представитель шведской линейки хороших недорогих достойных ножей в принципе по большому счету разницы ну только в деталях ну понятно что нож с клинком в 3 миллиметра будет покрепче а в остальном хорошая шведская школа всем спасибо за внимание до свидания это это да да вот